Здравствуйте, меня зовут Сергей Лысенко. Я руководитель отдела аналитики Webcom Group. Буквально месяц назад Яндекс выпустил в паблик свой видеоконструктор в Яндекс.Директе, и Google, видимо, решил не отставать. Запустил бета-тестирование логичного инструмента. Вот здесь появится подсказка на обзор видеоконструктора Яндекса, а мы посмотрим, что предлагает нам Google. Как уже говорилось, видеоконструктор пока в закрытом тестировании, и вам придется запросить к нему доступ. Просто заполнить заявку и отправьте ее. Если нет идентификатора, не переживайте, заявку можно отправлять и без него. Через пару рабочих дней вам придет письмо с приглашением. Несмотря на сообщение, что сервис работает с хромом, при работе в Firefox никаких ошибок мы не обнаружили. Итак, переходим по ссылке, попадаем на дашборд с шаблонами. И сразу же первое отличие от Яндекса. Тут мы видим длительность роликов, количество используемых изображений и текстовых полей. А также нельзя не отметить возможность предпросмотра без перехода в сам шаблон. Это действительно удобно и дает понимание даже начинающим, какой шаблон не подойдет больше всего. И это несмотря на то, что пока вся информация только на английском. Выбираем шаблон. И начинаем редактировать. И тут глазобросается следующее отличие от Яндекса. Нам сразу же сообщают требования к загружаемым материалам. В Яндексе, напомним, мы узнавали о несоответствии только тогда, когда уже материал загрузили. Да, обратно хочется выручить уважение ребятам из Google. Ничего лишнего и при этом все под рукой. Давайте создавать. Меняем цвет фона. Цвет шрифта. Загружаем свое лого. Размер вы видите. Меньше можно, больше нет. Поочередно загружаем изображение. На каждом изображении указываем цену, если товар, либо текст, если это преимущество. И призывы к действию. Чуть ниже можно выбрать шрифт. И мелодию. Каждый, кто хоть раз менял ретон на телефоне, тут справится. А вот тут балходит Яндекса. Там можно загрузить собственную мелодию. Здесь же такой возможности нет. Жмем создать видео. Немного ждем. Смотрим результат. Если не нравится, редактируем. Если все устраивает, сохраняем на канал. Если нет канала, создаем по ссылке. Все, видео готово. Любуемся, делимся, скачиваем и используем в рекламных объявлениях. После теста сложилось однозначное мнение, что инструмент от Google более функционален, чем у Яндекса. Выбор фона, шрифтов в одном шаблоне позволит избежать баннерной слепоты для видео. Ну а интерфейс дашборда у Google, как вы видели, более дружительным пользователем. Есть, конечно, надежда, что Яндекс задумается над проработкой собственного интерфейса. Но чем пользоваться, решать вам. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте всегда в курсе новинок и лайфхаков. С вами был Академий ВКО. До встречи!